МАРШ ПРОТИВ ПОДЛЕЦОВ Люди с ящиком на голове – идеальный электорат. Сгонять на Путинги проще простого. Оплатили автобусы, повязали шарфики, напечатали флаги. И это за ваши налоги. Администрация Путина не понимает, люди-то приедут, даже на халяву. Но как потом возненавидят, когда откроется ложь? По защите детей, чтобы не отдавали американцев наших детей, маленьких, мучить и все остальное. А кто мучает детей? Кто-кто? Приемные родители. Екатерину Мальдон, многодетную мать, берут тут же. Она вышла с неправильным плакатом. На детей-то власти плевать. Главное – ответить американцам, принявшим акт Магнитского. Учисляю свое конституционное право на одиночный пикет. Выражаю свое личное мнение. А за что вы задерживаете женщины? Представьтесь, пожалуйста. Представьтесь. Сержант полиции Аксенов. А еще кто? Представьтесь, пожалуйста. А почему вы не развернули удостоверение? Товарищ сержант. Меня не попросили. Не ходите на марш подлецов. Не позорьтесь. Марш подлецов. Не ходите на марш подлецов. Люди, вышедшие на марш, не агрессивны. Они хотят как лучше. Но при Путине, который у власти уже почти 14 лет и воровал столько, сколько не унесешь, лучше не получится. Они и сами это понимают. А вот получается так, что у нас за паровозами, которых мы знаем, идет масса просто подлецов и независимо от партии. Единая Россия, справедливая Россия, коммунисты. То есть подлецы примыкают к паровозам от любой партии. Мы против усыновления детей американскими гражданами, конкретно американскими. Там дети гибнут. А в других странах не гибнут? Возможно, гибнут тоже, но так не освещается. Наши дети должны находиться в наших кровных семьях, в россиян. А вы считаете, что происходит только в Америке или в других странах тоже происходит? На счет других стран я сказать не могу, но в Америке факты, которые достоверно показаны и через прессу, и через телевидение, которые имеют место быть. Мало того, что нас сюда прислали, еще и опозорить на всю страну. Нас прислали. А кто вас прислал? Наш начальник. Я за зачет пришел, за зачет. Да, да, зачет на скорую. У нас есть зачет на скорую, надо сдавать все это. А из какого университета? Мы из неуниверситета. А мы не скажем вам. Это конфиденциальная информация. Мы заставили. Мы заставили. Мы заставили. Это долг. Это долг русского человека. Уйти в защиту детей. Говорит, ну давай. Наш оркестр называется «Хорошее настроение». У вас хорошее настроение сегодня. И наш оркестр называется «Хорошее настроение». Потому что мы сегодня играем для детей. Потому что дети – наше будущее. А будущее, дети – это будущее России. Здоровый, красивый, сильный, единый и неделимый. Поэтому оркестр всегда во все времена и в революции, и в отечественную вину в первых рядах и созывал прекрасное здоровое настроение, чтобы люди в какой-то момент забыли о своих невзгодах, объединились плечом к плечу с плотенными рядами и шли к светлому будущему. А для этого существует оркестр, который всегда находится в первых рядах. То есть мы берем огонь на себя. И тогда все будет прекрасно. А можно от себя, не лозунгами? Скажите, пожалуйста, вы в курсе, что 73% россиян не готовы усыновлять и удочерять детей-сирот? К сожалению, я немножко не в курсе дела, но я против того, чтобы наших детишек отдавали куда-то на Запад, в Америку. Потому что там они, к сожалению, относятся к ним так, что дети наши там гибнут. У нас есть возможность... А откуда вы это знаете? А я это чувствую и сам по себе чувствую, и по телевидению. Но я должен знать, и я чувствую, что наши дети должны оставаться здесь. И у нас много людей, которые хотят их усыновить. Но, к сожалению, наши законы пока не дают такого права, потому что надо пройти очень много бумажной волокиты. На то она и государственная пропаганда, чтобы использовать людей. Люди даже не понимают, зачем они кричат слово «Ура!» «Ура!» «Кому!» «Ура!» «Госдепу!» «Ура!» «Кремлю!» «Ура!» «Детям!» «Непонятно». «Кто у вас за организация?» «Ой, затрудняюсь ответить». «Но вы же идёте с флагом». «Ну, правильно, я думаю». «Как так получилось, что вы идёте с флагом и не знаете, какая организация?» «Так, давай проиграть с флагом». «Вы приехали из города Ногинск». «Зачем вы приехали из города?» «Держать». «Что?» «Витемцы держать». «Ну, что вы именно поддерживаете?» «Против наркотиков. Молодежь против наркотиков». «Здрасте. Скажите, пожалуйста, почему вы сегодня пришли на марш?» «Музыка вне политики». «Организация заставила». «Что?» «Паша фотокамеру попал». «Это хозяин, это наш хозяин». «Мы с тобой вперёд, Россия!» «Мы с тобой вперёд, Россия!» «У вас написано «Ценим детей, ценим будущее». «Вы цените детей». «Ну, что раздали, то и иду». «А что вам раздали? Вот это раздали, да?» «А вы откуда приехали?» «Я из Москвы». «А, вы из Москвы. Вас просто...» «Отойдём, погоди». «Да? Да? Давайте». «Почему вы здесь?» «Заставили». «Кто?» «От организации». «От какой?» «Я не буду говорить, от какой, но вам и так понятно». «То есть это принудительная вещь?» «Ну, я бы сказал, что да. С моей точки зрения, как я это всё вижу, это принудительно». «Скажите, а вы были 13 января?» «На других митингах я не был. Я только хожу именно, которые от моей организации заставляют». «Вам стыдно?» «Мне стыдно, что депутаты-коррупционеры прикрываются детьми. Мне стыдно. Вот сейчас я это и делаю. Я прикрываю депутатов этих». «Кто узник?» «Узники – сами дети». «Дети?» «Да». «Откуда вы это знаете?» «Тех детей, которые их усыновляют, очень зачастую получается то, что смертельные случаи. По статистике находятся около 200 тысяч человек уже умерли за границей детей, усыновлённых именно из России». «А не 20?» «По последней было 200». «А откуда вы это знаете? Кто вам сказал?» «С утра по новостям». «Вы по разнарядке приехали, да?» «Да». «Просто начинаете смущать. Пойдёмте...» «Да я сам смущён этим маршем, да вы что?» «Я смущён. «Да? А почему вы смущены?» «Ну потому что зачем это все эти марши?» «Технология разврата как раз и заключается в том, чтобы использовать желание. Вчера вас развратили, сегодня использовали». «А теперь представьте, сколько денег, ваших денег, было угроблено на то, чтобы сделать этот фейковый марш, чтобы нагнать сюда людей и поставить эту сцену». «Вводила с недоумением». «Федеральные каналы, разжигающие истерику, наибольшее зло. Они узнают нас в лицо, но не рискуют пожать руку. Впрочем, мы бы и сами не пожали». «За моей спиной находятся представители наших замечательных средств массовой дезинформации. Именно они виноваты в том, что вы, россияне, получаете искажённую информацию о том, что происходит в России, в том числе и с детьми». «Знаете, что вас используют?» «Понимаете, я понимаю, что в России умирают детей гораздо больше, чем в Америке. Но сегодня, может быть, хоть и немного, но мы поможем тем, кто сейчас находится в Америке, тем детям, тем, которые жестоко обращаются. Я понимаю». «А в России? Вы готовы усыновить?» «У меня двое детей. Я рощу своих детей. Инвалида какого-нибудь можете усыновить?» «У меня нет на это финансов». «А кому спасибо за это сказать?» «Вы не думайте, я не пропутинец. Я здесь вообще случайным образом». «А как случайно?» «Я у вас держусь, пожалуй». Мы ушли с этого Путинга по одной причине. Нам стало стыдно. Нам стало стыдно за то, что людей используют в тёмную. Нам стало стыдно за ту пропаганду, которая льётся из этих колонок, из этих микрофонов. Нам стало стыдно за выступающих и за присутствующих. Очень надеюсь, что однажды каждый гражданин России узнает правду и о детях, и о себе. Саша Сотник, Дмитрий Мелёхин, Александр Шаров, Политвестник ТВ. Строка Путину Владимиру Владимировичу 2012-2017-2024 года и на пост председателя правительства партии «День России» Медведев Дмитрий Анатольевича поддержали все участники сегодняшнего мероприятия «Матери за российских детей» «Многотысячная форма региона» «Все звёзды отечественные мировые» «За два председателя срока Путина Владимира Владимировича 2012-2017-2024 год «Свет струящий ли Христа живой» «Христос воскресе счастья звучит над всей землёй» «Священные напевы зажгли в сердцах зарю» «За два председателя срока Путина Владимировича 2012-2017-2024 год «Герои все в строю» «Чеканят по бручатке победоносный рычаг» «И в небе развивается российский славный флаг» «Парад на Красной площади» «И здесь, в центре города Москвы «Все отдают честь двум председательским срокам Путина Владимира Владимировича 2012-2017-2024 год» «Голосуй за два председателя срока Путина Владимировича 2012-2017-2024 год всегда» «Голосуй за два председателя срока» «А вас как зовут?» «Меня зовут Владимир Николаевич Нестеров» «Скажите, пожалуйста, от себя что-нибудь вы можете?» «Да, мы поддерживаем Нестер Медлицкий, поддерживаем два председателя срока» «Эту акцию поддерживаем матери за отчетную родину» «А вы усыновляли детей когда-нибудь?» «Да, и два детей» «И мы поддерживаем эту акцию» «Вы усыновляли детей?» «Мы поддерживаем эту акцию» «Детей вы усыновляли?» «Мы просто поддерживаем акцию этого два председателя срока Путина Владимира Владимировича 2012-2024 год «Два председателя срока Путина 2012-2016-2024 год» и на постпредседателя правительства партии «Нерастей» Медведев и Андрея Анатольевича. Все поддержали. Все понятно. Скажите, пожалуйста, а вы актер? Мы представляем самый лучший в мире фильм «Путин, Медведев, мировые лидеры». Все россияне говорят «Да» двум президентским срокам. Путин и Владимир Владимирович из 2019. Спасибо. Спасибо. Я вас люблю. Я влюблен в вас, между прочим. Да, правда. Вы гениальный человек. Спасибо.